Ну что, мы на кухне. Не хотела я записывать это видео, но обстоятельства заставляют, и я надеюсь, что вы поймёте, почему и к чему я всё это веду. Значит, сегодня 12 марта, а на сегодняшний день в Канаде заболевших коронавирусом 140 человек, чуть больше. Когда я его выложу, то видео, наверное, будет уже больше намного. Не подумайте, что я сейчас начну вам парить мозги. Я сама не могу смотреть видео на эту тему. Пожалуйста, не выключайте сразу его, потому что мне это надоело, и это сплошной негатив, и мне очень... И так в жизни всё не очень красиво, а хочется красивого, а из Ютуба льёт сплошная вот это вот. И я подумала, я не буду про это говорить, не буду записывать про это видео, когда-то записала месяц назад, ну и хватит. Вот. Но дело в том, что мой контент подразумевает хождение по магазинам, примерки и так далее, что, в принципе, может... В общем, у меня такое ощущение, что это может прекратиться в любую минуту, потому что всё просто закроют, и нас писают на карантин. И поэтому я хочу записать это видео, тем более, что у меня ещё записано два видео, одно из Юникло, одно из Секондхэнда, который я выложу, конечно. И меня смотрят девочки из Канады, я знаю, я просто хочу, чтобы вы знали, что эти видео были сняты до вот этих сегодняшних событий, и чтобы вы не подумали, что я безответственно болтаюсь по магазинам тогда, когда на самом деле в моллах уже, в шоппинг-центрах уже абсолютно пусто, и никого там нет. Значит, в Канаде на самом деле при 140 заболевших ощущение апокалипсиса и полнейшего наступления, полнейшего конца света, который вот наступает завтра уже, потому что, я не знаю, у нас нагнетается эта паника специально, может быть, потому что боятся повторения сценария Италии, что народ как-то не принимает всерьёз всю эту ситуацию и продолжает ходить, встречаться и так далее, заражает друг друга радостно. И как результат в Италии вот наступила вот такая вот достаточно серьёзная, я мягко говоря, ситуация, по-моему, вот у них действительно там катастрофа. Поэтому у нас немножко так, знаете, принимают какие-то специальные меры и очень стараются, мне кажется, что стараются немножко запугать людей, чтобы люди сидели дома и никуда не ходили. Значит, ситуация такая, наш премьер-министр Джастин Трудо находится на карантине сам, потому что его жена, которая вернулась из Англии какое-то время назад, участвовала в какой-то конференции, значит, почувствовала себя плохо, у неё температура, она кашляет и так далее, и с неё взяли эту пробу на коронавирус, результатов ещё нету, но они оба сидят в изоляции, там какое-то количество наших членов нашего парламента тоже сидят в изоляции, потому что они все где-то ездили, и, в общем, сейчас у них сопли и так далее, они, в общем, пытаются себя изолировать, на самом деле, какое-то ощущение такого, знаете, правительственный кризис, хотя ничего такого, ну как бы вот. Закрывают у нас школы на три недели, значит, следующая неделя, с следующего понедельника у нас каникулы весенние, и до сих пор вот представляется себе, что очень многие люди, были куплены билеты, и они собираются ехать во Флориду, на Карибы и так далее, наверное, в Европу нет, а вот здесь вокруг, ну это как бы всё равно, потому что в Америке там тоже кошмар что творится, сейчас расскажу быстренько про это, и люди всё равно собираются ехать, и поэтому решили так, что они, да, если они поедут, остановить их не могут, значит, они поедут и вернутся, когда они вернутся с каникул, то пусть их дети ещё две недели сидят дома, авторитарно, потому что просто школы будут закрыты, чтобы они не несли эту заразу, которую они привезут, значит, по школам и так далее, дальше по семью. Значит, что ещё? Да, по поводу поездок, я должна была лететь в Нью-Йорк через две недели, я отменила свою поездку, потому что, ну как бы вот. В Нью-Йорке, кстати, объявлено чрезвычайное положение, закрыты все бродвейские шоу, закрываются все большие концерты, у нас тут тоже какие-то концерты отменяются, закрываются, и я отменяю свою поездку, хотя мне очень жалко, я собиралась навестить свою семью, и, в общем, у нас было много планов, но, видимо, придётся это отложить пока, потому что, кроме всего прочего, что у нас сказали, что издали как бы не то, что закон, то есть не то, что человек, который приезжает за границей, должен себя изолировать, но люди, которые приезжают за границей, их просят не собираться нигде, не тусоваться в больших компаниях, не стараться не идти в места скопления народу, а две недели постараться отсидеть дома. Поскольку у меня на работе, все знают, что я собиралась лететь в Америку, Нью-Йорк, когда я вернусь, я думаю, что меня попросят не ходить на работу, потому что, ну, не хотят они моих, если я привезу какой-то вирус, я могу это понять, поэтому я не полечу. На работе у нас тоже такая ситуация, что, значит, вот всё время обсуждается вопрос, что нам, возможно, выдадут персональные компьютеры, и мы будем работать из дома, очень многие компании работают из дома, кто может работать из дома, в принципе, у нас это возможно, это не очень удобно, немножко не совсем, то есть хотя бы раз в неделю надо будет прийти, там чертежи распечатать, там, ну, в общем, что-то такое, но, в принципе, это возможно, хотя бы не каждый день, например, ходить там два раза в неделю или раз в неделю, а всё остальное время работать из дома, очень муссируются эти слухи, что у нас это вот произойдёт скоро, не знаю, в общем, и вся эта ситуация при 140 больных на большую страну Канаду диагностированных, 140 человек диагностированных на всю Канаду, огромная территория, огромное население, но, тем не менее, я думаю, что наше правительство... Да, школы закрываются только в Антарию, не знаю насчёт остальных провинций, но я думаю, что наше правительство не хочет брать шансы, не хочет повторения итальянского сценария, и, ну, в принципе, да, я знаю, что все, как бы, люди стараются сейчас никуда не ходить, туалетная бумага исчезла с прилавков всех-всех-всех магазинов, это вообще потрясающий феномен, я бы сказала, нынешнего общества, то есть для меня это феномен, я не знаю, почему туалетная бумага, я не понимаю, почему туалетная бумага, потому что американцы говорят, что поскольку туалетная бумага производилась в Китае, производится в Китае, а они сейчас все делают маски, поэтому скоро у нас туалетной бумаги не будет, но я точно знаю совершенно, что практически вся туалетная бумага, которая продавалась у нас в Канаде, она производится в Канаде, но при этом паника, паника и стадный инстинкт – это страшная вещь, я в этом убедилась, неважно какой век на дворе, 15 или 21, когда народ начинает паниковать, и кто-то покупает 18 упаковок туалетной бумаги, то все ломанулись и, значит, туалетную бумагу смели. Значит, у нас есть какой-то запас некоторый, но я не знаю, если не возобновиться, так сказать, поставки туалетной бумаги в магазинах, мы можем оказаться, у нас возникнет проблема, но мы люди бывалые, мы вспомним наше советское детство и начнем собирать газетки, рвать на кусочки, но я на самом деле немножко прикалывалась, потому что, если честно, я не помню, мы никогда не были, у нас всегда была туалетная бумага, даже, я поняла, ее доставали бабла, а то за ней стояли в очереди, но она была у нас дома, мама приносила эти рулоны откуда-то, в общем, ну как так, я не помню, если честно, чтобы мы уже там с газетами вытирались, простите за не очень приятную, красивую тему, но факт. А воды у нас, вот, запас из двух упаковок, надо бы, конечно, купить еще, потому что это совершенно недостаточно. Вода, кстати, воды полно, продуктов полно, в магазинах ничего не кончается, почему-то вот только туалетная бумага. Я думаю, что этот феномен войдет в историю как пандемик, как это сказать по-русски, на английском это называется пандемик, это, не могу вспомнить слово пандемик по-русски, ну, напишу потом, конечно, вспомню и напишу, ну, просто смешно уже, ебогу. Так вот, это войдет в историю как пандемик туалетной бумаги, потому что, ну, шутки на эту тему не прекращаются, льются с телевизора. У нас в Штатах, я знаю, что в Европе тоже, я так поняла, что там тоже какая-то такая ситуация с туалетной бумагой. Наверное, историки будут исследовать этот феномен человеческого сознания. Я даже думаю, не только историки, и психологи, и психиатры будут исследовать феномен человеческого сознания, почему при... вот, эпидемия, пандемик, я не могла вспомнить слово. Почему при эпидемии люди стали, побежали и скупили всю туалетную бумагу? То есть отсутствие воды, еды, электричества и так далее их не пугает. Их пугает, что, извиняюсь, не будет чем потереться. Ну, это о многом говорится. Вот. В общем, вот такие дела. Значит, я буду выпускать... у меня еще два видео, я их выпущу. Потом, наверное, я буду вас кормить разговорами, байками и переодевалками в доме. Посмотрим, как пойдет. Может быть, два видео, три видео у меня хватит на неделю-полтора-две. А потом будем уже там смотреть и выкручиваться, как получится. В общем, вот такая ситуация. Когда я выпущу это видео, конечно, цифра изменится, уже я понимаю, и все будет по-другому. Мы узнаем, больна ли наша жена нашего премьер-министра, Софочка Трюдо. Надеюсь, что нет. Надеюсь, что никто не будет болен. Без всякого моего отношения, хорошего или плохого, кому-либо. Я хочу сказать, что я желаю всем здоровья, абсолютно всем. И будьте все здоровы. И, пожалуйста, пожалуйста, мойте руки. И, пожалуйста, очень смотрите, что вы делаете, куда вы ходите. Старайтесь действительно не собираться в местах скопления больших народа. То есть, ну, будьте немножечко осторожны. Хотя, если честно, если честно, в глубине души я все-таки надеюсь, что это раздутая паника, которая, в общем, не имеет под собой вот такого вот основания. Мой оптимист в глубине моей души продолжает мне говорить, что все будет хорошо. И все это просто-просто раздуты. И все это просто раздуты прессы, мидии и так далее. Вот, ну, бережу, но Бог бережет. Окей, всего вам доброго. Желаю вам здоровья. Увидимся в моих следующих видео. Всего вам доброго. Пока-пока-бай.